Здрасте. Есть на свете шайтан-коробочка. Кто мультиметром кличет, кто тестером. Вещица дюжизнатная для радиогубителя. И в розетку потыкать можно, и в детальки разные электронные. Да циферки посмотреть всякие. Захворал слегка мой помощничек. Врет собака в своих показаниях. Я ему проводочки новые, батарейку с магазина свежую. Слово доброе на рассвете вымолвил. Ну а он так и врет по-прежнему. Предполагаю, что многие в какой-то момент сталкиваются с неточностью показаний мультиметра. Я долгое время терпел это недоразумение. Приходилось каждый раз записывать сопротивление короткого замыкания, а затем учитывать его как поправку. Вычиталось показания следующих измерений. Погрешность непостоянная. Изменяется при каждом включении прибора. Со временем только увеличивается. Вот такие подстроечные резисторы на печатной плате так и подстрекают покрутить их. Не стоит этого делать. Без определенных знаний и навыков вы просто собьете настройку. Придется искать принципиальную схему вашего мультиметра, разбираться в ней и производить юстировку по эталонным приборам. Не отрицаю, что это может потребоваться. Качество сборки сильно отличается. Но сначала я решил поискать и исправить самые простые причины появления погрешности. Мне кажется, самый первый из них кроется в галетном переключателе режимов измерений. В этой модели он крепится к печатной плате при помощи четырех саморезов. В других версиях конструкция может кардинально отличаться. Определенный режим выбирается путем замыкания некоторых круговых дорожек скользящими контактами на ответной части. Обычная канцелярская стерка является одним из лучших инструментов для удаления окисла. С умеренным прижимом ей нужно тщательно пройтись по всем контактным площадкам на печатной плате. Темно-серый след на светлом ластике говорит о наличии окисла. Хотя невооруженным глазом никакой грязи на контактах не видно. Сравните разницу. Ниже вот этой линии пока не обрабатывал. Дорожки покрыты очень тонким слоем специального состава, предотвращающего быстрое окисление. При обработке постарайтесь не повредить его. После стерки на плате остается мусор. Удаляется сжатым воздухом из обычной груши. Также не помешает протереть контакты спиртом. У меня обычный медицинский. Из-за пропиловой тоже пойдет. Удобнее, конечно, делать это кисточкой. Ворса не оставляет. Просто хочу показать вам уровень загрязнения. После непродолжительного шорканья на ватном тампоне заметно явное потемнение. Чтобы не оставались разводы, протираю плату сухим ватным диском. После этого для удаления ворса можно еще разок дунуть из груши. С контактами на ответной части немного проще. Их тут всего 5 штук. Методика похожая. Та же канцелярская стерка, протирка спиртом и вытирание насухо. Каждый подпружиненный контакт защелкнут в своем посадочном месте. Что они имеют загрязнение, видно по следам на ластике. Если во время обработки нажать немного сильнее, контакт может вылететь и потеряться. Будьте аккуратней. У меня вроде пока все на месте. Хотя... Все самое интересное узнаю только после сборки. Я запомнил, куда указывал переключатель перед демонтажом. Сейчас просто устанавливаю как было. А пока прикручиваю, хочу сделать небольшое обращение. Мне очень нравится делиться с вами информацией. Нравится читать и отвечать на ваши сообщения. Однако создание каждого ролика связано с большими затратами времени и финансов. Хотелось бы свести вторую часть затрат хотя бы к минимуму. Поэтому буду очень рад вашей посильной финансовой компенсации моих затрат. Номер карты указан в описании под видео. Пока прикручивал саморезы, внимательно рассмотрел качество пайки каждого компонента. Также обратил внимание на остатки флюса после заводской сборки. Все это необходимо тщательно отмыть, чтобы устранить паразитные электронные связи. А вот микротрещины олова на гнездах измерительных проводов говорят о необходимости заново пропаять их. Трещины образуются ввиду регулярного механического воздействия во время соединения штекера с гнездом. Чем чаще переставляете провода из одного гнезда в другое, тем больше вероятность появления микротрещин. По этой причине сначала появляется нестабильная погрешность, а затем контакт может и вовсе пропасть. Так как я это делаю сейчас, неправильно. После расплавления припоя каждое гнездо немного наклоняется в сторону. Потом попасть в отверстие корпуса невозможно. По идее сначала их нужно все отпаять. Удалить припой из платы. Затем установить гнездо в отверстие, плотно прижав к плате. И только потом припаять соблюдение вертикальности. Все это мне пришлось сделать за кадром. Теперь все гнезда установлены правильно и хорошо пропаяны. Микротрещины удалены. Плата полностью промыт от остатков флюса и готова к установке в корпус. Мне будет очень интересно узнать, насколько часто вы используете мультиметр в своей работе и какой именно. Напишите в комментариях. У меня, например, их четыре. Все разные. Одними удобно производить измерения на столе. Другие, ввиду малых габаритов, хорошо подходят для выездных работ. Чаще всего беру в руки поистине ставший народным китайский неубиваемый мультиметр M831. Ссылку оставлю в описании под видео. Кстати, я его тоже избавил от погрешностей. Видео про это выкладывать не буду, потому что действия полностью идентичны. Там только со шлейфом между платой и экраном нужно быть крайне аккуратным, чтобы не потерять контакт. Удалять окисел можно только с ламелей на печатной плате. Протирать торец резинового шлейфа очень нежелательно. Можно испортить. А сейчас мне очень интересно, изменилась ли погрешность на этом тестере после непродолжительной экзекуции и нехитрых действий. Итак, внимание на экран. Поразительно. Честно не ожидал. Цифры стоят как вкопанные. Даже в дробной части никаких погрешностей нет. Значит, до определенной точности этот мультиметр является отличной альтернативой мультитестеру GM328A. Про него, кстати, тоже рассказывал в одном из своих видео и показывал для него самодельные полезные приблоды. А на этом на сегодня все. Если хотите узнать больше, смотрите другие публикации на этом канале. Ваши лайки и комментарии – отличная обратная связь, которая вдохновляет меня на создание следующих материалов. Не забудьте прямо сейчас подписаться на канал, если до настоящего момента вы по каким-то причинам этого не сделали. Желаю вам крепкого здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!